Всем доброго дня! В эфире хроника западного Азербайджана. Мой собеседник, полковник юстиции в отставке Ильхам Мамедов. Добро пожаловать. Добрый день. Ильхам Малим, несколько дней назад в ШУШе состоялся неформальный саммит глав государства Организации Тюркских Государств. Президент Ильхам Малиев в своем выступлении заявил, что Организация Тюркских Государств должна стать одним из центров силы в мировом масштабе. Что вы можете сказать об этом? Ну, действительно, это событие мирового значения. Потому что мы видим, что и идеи зарождения Тюркских Государств принадлежит Азербайджану. Мы видим, что молодое азербайджанское государство, нарратив которого еще сформировалось легендарным Гейдером Алейчем после 90-х годов Азербайджанской Бульки, она стратегично продолжена президентом Ильхам Малиевым. И сегодня мы себя представляем. Это для души США, которая является душой для каждого азербайджанца. И в этом городе мы сегодня проводим огромный саммит с президентами дружеских государств, тюркоязычных государств. По форме она может быть, да, и этнический характер носит это Содружество. Ну, а по содержанию она идет глубоко. Потому что мы, если вникнем в идее декларации, которая была подписана президентами стран, мы видим, что насколько далеко пойдет этот путь, насколько жизнеспособная эта организация, насколько она продиктована действительно сегодняшним веянием. И насколько она приводит в мировую политику совершенно новые нарративы. Вот возьмем события, которые сейчас происходят в Европе. Война, война. Возьмем события, которые происходят на Ближнем Востоке. Тоже, как говорится, мы каждый день видим и слышим там душеразделяющие крики, нарушение международных норм. А Азербайджан предлагает вместе со своими тюркскими, новыми, зарождающими тюркскими государствами, которыми это огромный потенциал идеи мира, идеи экономического развития, идеи благосостояния для всех. И, если обратили внимание, одним из пунктов было сформирование бюджета этой организации, увеличение бюджета этой организации. То есть это говорит о том, что перспективный план, начиная от логистических вопросов, начиная от языковых барьеров, начиная от экономических, социальных и тому подобных, то есть все это идет огромное развитие. И на другом конце центральной азии мы видим, что там одной из супердержавства в Санкт-Петербурге — Китай. То есть направление Китая, выход Китая через серединный коридор, через Азербайджан. И через, я уверен в том, что Зангиазурский коридор он будет, потому что это веяние, действительно экономические веяния, это никто не может остановить этот процесс. Самое главное, что здесь речь идет о развитии. Самое главное то, что сегодня, когда мы вошли в свою родную Шушу, когда господин президент сказал, что Шуша, мы пришли возрождать вас, и мы видим, что этот процесс действительно идет очень большими шагами. Мы видим, что этот процесс сегодня охватывает уже не только сам Азербайджан, но и дружеские нам страны. Там Турция, там Узбекистан, Казахстан, там Киргизия, там Северный Кипр, там Венгрия, которая тоже присутствовала. И она сейчас будет представлять председательство Совета Европы. То есть мы видим, что эти процессы действительно идут, они жизнеспособны. И процессы, которые не предлагают, это не война, не аннексия, не нарушение прав человека, это процесс возрождения, процесс строительства. Кстати, наши гости тоже, я смотрел интервью, они тоже говорили о том, что они каждый раз, когда приезжают в Шушу, когда приезжают в Карабах, они удивляются, что за такой короткий период времени столько произошло, действительно, чудеса в стане возрождения Азербайджана. То есть, господин президент, то, что это должна стать силой, новой силой, этот лозунг, он притворяется в жизни, она на наших глазах проходит. И для остановки вот этих процессов, я думаю, что таких сил мы не наблюдаем, потому что мы видим, что мировые силы, которые находятся, они все это воспринимают тоже нормально, дружелюбно. То есть, середина коридора, дружба, она должна быть сработать. Илья Амельм, что вы думаете о политических процессах, наблюдаемых в Армении в последнее время? Сможет ли официальный Илья Амельман выбраться из этого политического водоворота? Ну, вы хорошо поставили вопрос выбраться. Да, да. Если мы посмотрим, почему Армения попала в такую ситуацию, почему она попала в такую ситуацию, откуда она должна выбираться и сможет ли она выбраться из этой ситуации? Конечно, здесь стоит фашистская идеология. Если Армении удастся высвободиться от этой фашистской идеологии, от крича несовместимости двух народов, от преувеличивания своей роли, об унижении других соседей, она, я думаю, что выбраться. Но для этого нужно идти в определенный все больше и больше путь для этого. Почему? Потому что вот посмотрите вот это движение с Багратом, архиепископ Баграт, который сейчас уже несколько месяцев как ходит по горным тропам Армении и никак не может сам выбраться в какую сторону. Но все мутят там, баламутят и никак не может ничего. Ведь гражданин Канада, но родился в Армении. Откуда получают инструкции, какими силами руководствуются, ясно. Причем Пашинян сам сказал, куда идут корни этого движения и откуда они это идут. Я думаю, что в Армении нет другой возможности, как наконец-то избавиться от идеологии ненависти к другим народам. Научиться жить в мире с соседями, научиться жить с точки зрения тех цивилизованных норм, которые на сегодня существуют в мире, которые являются предметом элементарно-культурного поведения. Если этот путь Армения сделает, если на сегодняшний день как мирный договор идет, уже говорят, что каждый раз вот-вот, то-то осталось, то-то осталось. Но мне кажется, что одним из самых главных проблем тут является конституция. Потому что если мы договариваемся о мире, мы не можем соглашаться с тем, что другая сторона, конституционная, это основной закон, закрепила аннексию другого государства. То есть это анахронизм, этого не может быть, это просто не представляется возможным. Вот если вот с этими моментами сможет армянское общество, то есть избавиться само, оно, я думаю, что выберется. Выберется на путь, цивилизованный путь, на путь, не основанный на мифических лозунгах, начиная от Тиграна, я не знаю, там каких-то вопросов, а действительно цивилизованный путь. И этот цивилизованный путь, она обеспечивает экономическое развитие, социальное развитие, благосостояние населения, нормальное цивилизованное отношение, безукоризненное обеспечение прав человека. Вот тогда будет нормальное государство и будет в регионе мир. Илья Амель, мы знаем, что в ходе 44-дневной войны Азербайджан восстановил власть на своих суверенных территориях. Сегодня идет процесс определения границ. Как вы думаете, есть ли у Армении страх потерять территорию? Ну, я бы на этот вопрос несколько с другой точки зрения подошел бы. Армения не потеряла Карабах. Карабах вернулся туда, где она и была. Юридически, исторически и идеологически. Наш воин был мотивирован для того, чтобы освободить свою территорию, освободить свою культуру, свои мечети, свои кладбища, свои города, которые были растоптаны, разграблены, уничтожены. Господин президент неоднократно говорил о том, что Азербайджан не имеет претензий ни к какому государству, в том числе и в отношении Армении. Этот тезис больше используется в армянских средствах массовой информации, политических, с точки зрения. Армении, сами армяне жили в цивилизованно развитых странах, и своя диаспора у них формировалась в цивилизованных странах. Это Франция, Россия, Соединенные Штаты, Аргентина. То есть там, где это состоявшиеся государства, это государства, имперские государства, это государства, которые имели свои, имеют свою точку зрения, свои интересы в тех или иных регионах. В том числе, мы видим, что эти интересы не отходят и от Южного Кавказа. И вот это проблема самой Армении, это внутриармянские проблемы. И вот этот тезис, что мы можем потерять то или иное, сейчас на сегодняшний день используются вот этими силами. Они хотят привести страх, что вот мы потеряли то, мы потеряли это, а сейчас мы можем еще дальше потерять. И существует, поэтому я сказал, что нужно цивилизованное отношение между государствами. И поэтому лучше всего Армении вести переговоры тет-а-тет с Азербайджаном, со своими соседями. Не привлекая, у Азербайджана нет этих проблем. Азербайджан — состоявшееся государство, где есть одна точка силы, точка зрения. Это государство. Государственная точка зрения. Вот у нас есть закон о концепции национальной безопасности. Он принят в мае 2007 года, мне кажется, что вот я думаю, что вот после тех преобразований, которые сейчас произошли, вот после 44-й, я думаю, что там тоже будут какие-то изменения, то есть они созрели, наверняка будет эта концепция национальной безопасности. Но нигде в Азербайджане никогда не ставился вопрос об захвате каких-то других территорий. Мы всегда ставили вопрос о восстановлении, так сказать, своей государственной целостности. Что, богу, у нас все это, мы смогли все это сделать. И вот те провокаторы, которые используются этими тезисами, они исходят, и я думаю, что из политических своих соображений. И поэтому мир, договор о мире, он нужен, прежде всего, для самой Армении. Вы помните, с четырьмя вот этими селами, азербайджанскими селами, сколько шума было поднято. В принципе, этот Баграт вдруг осенел у него, он там во сне увидел какие-то свои божественные начала и встал на путь, как говорится, политики. Поэтому мир необходим для самой Армении. И этот путь, он должен быть всеохватывающим. Он должен быть того, что она должна избавиться от тех балансов, от тех ненависти, как в идеологической, как и в юридическом поприще. Я сказал, Конституцию упоминал, что в Конституции они закрепили аннексию. Таких вопросов в Азербайджане нет. То есть Азербайджан никогда не... И вопрос за Азербайджанским коридором, это не только вопрос Азербайджана, это вопрос общего развития для всего региона. Это вопрос развития не войны, а развития для того, чтобы здесь вот каждая вот деревня, каждый город, который был уничтожен, чтобы оно возрождалось, чтобы здесь жили мы хорошо. Не только мы. Мы знаем, что мы не моноэтническое государство. Мы и говорили о том, что предлагали неоднократно и тем жителям, которые жили в Карабахе, армянской национальности, что примите наше гражданство и, пожалуйста, вы можете полностью пользоваться всеми благами, которые пользуются каждый гражданин Азербайджана. Вот видите, они вот не захотели, они ушли. И вот вы представьте, что если там были бы какие-то нарушения нормы гуманитарного права, сейчас где и как бы трубили, и какие бы процессы происходили. Вот сила Азербайджана заключается в том, что политика Азербайджана, политика основана на международных договорах, на международном праве. Ильям Мелем, карабахские сепаратисты совершили хаджалинскую трагедию и другие преступления. Сегодня некоторые из них в тюремном заключении в Азербайджане. Разве это не стало уроком для реваншистских сил? Знаете, конечно, хаджалинская трагедия, хаджалинский геноцид является вершиной той человека ненавищественной политики, которая зародилась в самом армянском правительстве, в самом армянской идеологии. И уничтожение мирных людей, уничтожение только по их этнической принадлежности. Там женщин, детей, инвалидов, детей никого не жалели, убивали. Это было спланировано. Да, сегодня в Азербайджане ожидают некоторые из участников этого совершившего преступления лиц, которые, я уверен, будут привлечены к ответственности и найдут. Но этот список большой. Там 366-й полк, там есть и другие, которые причастны к этому. Я думаю, создалась действительно уникальная ситуация, когда армянское государство, если оно действительно хочет мира, как это было после Второй мировой войны, оно может быть вместе с нашими правоохранительными органами, правоохранительными органами, обеспечить суд и над остальными участниками этого преступления. И вот это будет покаяние для армянского народа и для армянского государства в целом. Если они действительно будут содействовать для привлечения и остальных к уголовной ответственности, не для того, чтобы раздавать им звезды героев, или обожествлять, или еще что-нибудь. Потому что существует мировая тенденция, существуют конвенции о геноциде, существует практика по привлечению к ответственности данных лиц. И думаю, что это было бы очень желанно и далеко перспективно, если политические силы в Армении поняли бы, что если они обеспечат взаимодействие с их правоохранительными органами, то разное можно было бы придумать международный суд, разную форму можно было бы придумать и обеспечить. Но самое главное то, чтобы эти лица, они все были привлечены к уголовной ответственности. Многие из них на сегодняшний день даже пытаются заниматься политикой, они должны быть привлечены к ответственности. И думаю, что было бы очень полезным и для дальнейшей региональной безопасности, чтобы такого рода преступления стало бы примером для того, чтобы для обеспечения, чтобы это больше не повторялось. Ни в той, ни в другой. Чтобы это была бы, как говорится, именно та страница, которой бы не осталось без внимания. Мы не имеем права оставлять без внимания те преступления, которые были совершены в Карабахе в ходе аннексы азербайджанской территории. Потому что эти преступления, это направленное, и поэтому называется международное преступление. Ильям Мялен, в настоящее время на повестке дня стоит вопрос о возвращении уроженцев западного азербайджана на родину. Влияет ли этот вопрос на подписание мирного соглашения? Ну, видите, тоже вопрос достаточно объективный. Если говорим о нарушении прав человека, если мы говорим о том, что мы должны обеспечить право этой части граждан, то то же самое. Хотя мы знаем, что было несколько этапов депортации с Арменией, и начиная в 1948 году, как часть лиц, более 100 тысяч граждан были депортированы на современную территорию Азербайджана. Мы знаем, что в 1988 году как начались эти события. Тут есть два подхода. Азербайджан своим гражданам на тот момент, как говорится, когда начался этот конфликт, он предлагает принимать наши гражданства, и мы вам в рамках нашей конституции будем обеспечивать всеми правами, которые на сегодняшний день существуют для граждан Азербайджана. Армения молчит. Армения увиливает. Армения не хочет этот вопрос вообще поднять. Ставится вопрос, как если вы говорите о себе, что вы на сегодняшний день демократическая страна, что вы берете ценности Европейского конвенса по правам человека. Тогда почему вы ту часть граждан, которую выселяли, лишали собственности, совершали в отношении одних преступлений, а эта часть вопроса остается открытым. Это неправильно. Я думаю, что этот вопрос должен быть решен. Я не знаю все тонкости, конечно, мы не знаем переговорного процесса, но мне кажется, что этот вопрос действительно должен быть на этот вопрос ответен. Армения должна набраться мужества, должна взять ответственности и сказать о том, что да, мы обеспечиваем права своих граждан, независимо, если они азербайджанцы, или они, то есть, армяне, либо другие эти слова. Когда этот вопрос назревал, когда тогда вот Горбачев Михаил Сергеевич, это бывший генстер генеральный, он задавал вопрос представителям из Армении и говорил, то в 1956 года сколько там процентов было азербайджанского населения в самом Ереване, а там было где-то около 40 процентов азербайджанцев. Это что, 1956 год? То есть, это вопрос действительно серьезный вопрос, это наболевший вопрос. С точки зрения прав человека, это очень архиважный вопрос. Люди должны обеспечить свои элементарные, они должны идти, приходить к могилам своих предков. Это более 100 тысяч населения было оттуда, депортированное из Армении. И все это лишает государства, которое себя хочет назвать демократичным, он хочет назвать себя это. Это, конечно, нонсенс. Я думаю, что это очень большая тема. И азербайджан на сегодняшний день действительно преподает очень хороший пример о том, что мы здесь различия не ставим, этнические различия, какой национальности. У нас здесь прибитие наше гражданство. Я думаю, что Армения тоже обязана исти по этому же пути, потому что у нее другое плохое дне, потому что международное давление в отношении Армении, она должна идти со всех этих, потому что это элементарные вещи, которые приняты. Это нормы цивилизованного общения. Спасибо большое, Ильхам Меллю. Спасибо, что вы приняли наше приглашение. Я хочу напомнить, что в эфире хроника западного Азербайджана и моим собеседником был полковник юстиции в отставке Ильхам Мамедов. Продолжение следует...